Довольно давно я не держал в руках iPhone, но пройти мимо судьбоносного возвращения Apple к классическому квадратному дизайну с острыми гранями не смог. Тем более, что вместе с ним добавили новую зарядку MagSafe, процессор A14 Bionic и OLED-матрицу даже в базовой версии. А потому рад представить вам первый обзор смартфона на этом канале Apple iPhone 12 в исполнении Pro Max. И если вы поддержите это видео своим лайком, такие обзоры будут выходить чаще. А также не забывайте подписываться на канал Будь в теме, ведь здесь мы рассказываем о технологиях понятным языком. Приятного просмотра! Как вы знаете, официально сейчас купить iPhone в России невозможно, только серый или параллельный импорт, что добавляет к и без того уже немаленькой сумме еще проценты. Поэтому сейчас расскажу, как выгоднее всего можно приобрести данный смартфон. Первый способ – это воспользоваться агрегаторами цен. В России это Яндекс.Маркет, в Украине и Казахстане е-каталоги Hotline, где вписываем название товара и жмем «Сортировать по цене», после чего читаем отзывы о магазине и выбираем самый выгодный вариант. Второй способ чуть дешевле, но более рисковый – это купить бэушный телефон на досках объявлений. В России это Авито или Юла, в Украине, Польше и других странах OLX. Но нужно внимательно все проверить, чтобы был отвязан iCloud, все работало и так далее. Главное – никогда заранее не перечисляйте деньги, чтобы не нарваться на мошенника. Ну или можно попробовать получить iPhone дешевле всего на сайте 5box Store, где есть разные коробки, но сегодня нам нужна техника Apple. А точнее даже iPhone 12 Pro Max, которому даже можно увеличить вероятность выпадения, тем самым гарантируя, что при выпадении топового товара выпадет именно этот телефон, а не какой-то другой. И так как у меня еще остались деньги на балансе после прошлых покупок, сразу жму «Купить» и предлагаю останавливаться только на чем-то интересном. И вот таки наконец-то, уже даже не знаю с какого открытия, выпал iPhone, его-то я уже закажу и буду ждать получения на почте. На который, кстати, уже получал разные ноутбуки, включая ROG Strix G15 с умной колонкой от Google, TAV Gaming A17, Huawei MateBook D16 с игровыми наушниками, HP Victus 16, Lenovo Legion 5 и разные другие, на которые уже сделал обзор на этом канале. И небольшое включение на этапе монтажа. iPhone я, кстати, вот только что получил на почте спустя 6 дней, как открывал коробки, так что насчет безопасности можете не переживать. Пускай iPhone мне выпал и не с первого раза, но все равно дешевле, чем в магазине. Так что главное это не опускать руки. Ну а ссылочку на сайт оставлю в описании. И переходим к обзору. Начнем, пожалуй, с дизайна. Ведь это первое столь значимое визуальное изменение со времен, наверное, iPhone 5 или 6. И как многие ванговали, этот тренд сейчас активно пошел в массы повторяться остальными производителями, что, как по мне, только плюс, ведь подобная угловатость нравится куда больше обычного скругления. Хотя визуально он и выглядит толще прошлого iPhone 11, но на деле стал даже меньше. Притом рамки вокруг экрана практически незаметны, что создает впечатление сплошного дисплея. В руке лежит удобно. Несмотря на некоторые заявления, что он впивается в ладонь острыми гранями, я подобного не заметил. Вероятно, все зависит от силы нажатия. Тем не менее, пользоваться более чем комфортно. Правда, в случае с 12 Pro Max только двумя руками. В целом, Pro Max представляет просто улучшенную и увеличенную модель обычного 12 Pro с лучшей камерой, увеличенной батареей и экраном. А потому на качество снимков с автономностью посмотрим в самом конце, сперва рассмотрим общие детали. Ведь куда важнее, что выглядит и ощущается новый iPhone совершенно иначе, нежели любой другой современный смартфон, пока все остальные производители не начали его повторять. Ведь так исторически сложилось, что Apple даже не самыми удачными своими решениями по типу моноброви, от которой, как по мне, пора бы уже избавиться, тем не менее, устанавливает моду для всего мобильного и не только рынка. По материалам, здесь стекло спереди и сзади, без выступающих краёв. Хотя технически спереди не обычное стекло, а гибридное, представляющее собой смесь керамики и стекла, что в Apple назвали пафосно «керамический щит», позволяющий в 4 раза лучше выдерживать падение с высоты, чем, например, прошлые поколения, с той же устойчивостью к царапинам. И вот не знаю, как на 11-м айфоне, но здесь стекло царапается буквально от обычного соприкосновения. Так что не знаю, как насчёт падения, тесты не проводил, а вот царапины уже заметил, хотя особо ничего и не делал. Но, судя по всему, это типовая проблема, о которой говорится в каждом обзоре. И это же касается металлической рамки, которая здесь из хирургической стали, что приятно холодит руку на ощупь, однако быстро теряет изначальный лоск. Так что лучше использовать телефон или с чехлом, или, возможно, искать какие-то защитные плёнки даже на торцы смартфона, или просто выбрать чёрную версию, у которой не так заметны разного рода царапины. Кстати, такого рода смартфоны часто покупают блогеры, чтобы оперативно снять видео на максимально качественную камеру или даже использовать её как основную. Конечно, вы можете сказать, что сейчас нет смысла идти на YouTube, ведь монетизацию в России отключили. Но спешу обрадовать, или, может, кого-то даже огорчу, это далеко не единственный способ, как можно заработать, скажем, от тысячи долларов в месяц, просто записывая то, что нравится, по сути, своё хобби, только для иностранного YouTube. Ведь в России монетизацию, может, и отключили, но во всём остальном мире она осталась. Конечно, выйти на международный уровень гораздо сложнее, но это если не знать некоторые секреты, о которых можно узнать из отдельного курса от человека, который смог создать иностранный канал, принёсший ему за год более 40 тысяч долларов. Курс при этом на момент записи этого видео абсолютно бесплатный, хотя, кто знает, возможно, это только поначалу. Так что спешите зарегистрироваться по ссылке в описании, пока он не стал платным. Я, к примеру, времени зря не терял, уже зарегистрировался, и, следуя курсу, создал англоязычный YouTube-канал, куда перезаливаю видео с этого канала. Так что за результатами этого курса можете посмотреть на примере моего англоязычного канала, где за тысячу просмотров платят несоразмерно больше, чем в странах СНГ. А вот, кстати, чтобы узнать, сколько именно, и другую полезную информацию, регистрируйтесь на курс, там всё это есть, пока он бесплатный. Ну а ссылочка на него в описании. И, возвращаясь к айфону, на выбор доступны четыре цвета – серебристый, графитовый, золотой и цвета тихоокеанского голубого. Но это то, что заметно визуально. Под задней крышкой скрывается новая, по крайней мере на момент появления 12-го айфона, беспроводная зарядка MagSafe. В принципе, тоже ничего особо инновационного, но именно Apple умеет преподнести, казалось бы, уже обыденные вещи совершенно по-другому. Внедрив под крышку смартфона ещё и обратный магнит, тем самым помогая надёжно коннектиться к зарядке и другим вещам. Например, магнитному кардхолдеру для карточек или разной мелочёвке, который также можно прикрепить сзади смартфона, и хотя при обычном использовании это совершенно не мешает, то вот при попытке положить телефон в карман с вероятностью 50 на 50, этот кошелёк просто зацепится и отпадёт. Но в целом, крайне удобное решение для ряда других аксессуаров, по типу подставки с зарядкой или телефонного держателя в машину. Но Apple не была бы одной из самых богатых компаний, если бы не продавала эти устройства с огромной наценкой, при том запретив использовать нелицензированные китайские аналоги. Вернее, использовать их, конечно, можно, но вот заряжаться телефон будет в разы дольше. И это, кстати говоря, не упоминая о том, что начиная именно с 12-го айфона, в комплект не входит блок питания. Якобы для защиты окружающей среды от избыточного пластикового мусора и меньшего вреда экологии при производстве этого блочка. Все мы понимаем, что большим гигантам плевать на экологию и на планету, но сделаем вид, что мы им поверили. Просто теперь, если у вас нет старой зарядки, ну вот так вот сложилось, её придётся докупать отдельно, что вместе с MaxSafe не дешёвый такой комплект. Ещё и если брать не обычный питальник, а блочок на 20 Вт, то есть с быстрой зарядкой. Наушники, кстати, тоже в комплект не входят, но это уже более очевидно. В общем, MaxSafe – это действительно удачная идея, которой, правда, ещё нужно немного времени на полировку. Но учитывая, что в Европе уже приняли закон единого стандарта для разъёма питания, который вступит в силу с конца 24-го года, можно пофантазировать, что именно тогда MaxSafe заменит каноничный Lightning в смартфонах от Apple. Ну а в целом, по дизайну смотрится и, главное, ощущается смартфон великолепно. Его буквально не хочется выпускать из рук, настолько приятно им пользоваться в повседневной жизни. Но пора поговорить и о железе, вышедшем аж в 2020 году. Тем не менее, iPhone 12 Pro Max оснащён довольно свежим процессором Apple A14 Bionic, который даже в сравнении с более новыми A15 показывает хороший результат в синтетических тестах, ну а при обычном стандартном использовании разница и вовсе незаметна. Всё отлично отрабатывает, без задержек, фрезов или неприятных подлагиваний, работает стабильно и держит хорошую частоту кадров даже в требовательных играх, а их в Apple Arcade, кстати говоря, навалом. Многие из которых в том числе портируются с ПК и за счёт достаточной производительности запускаются без проблем. Поэтому, думаю, можно смело говорить об актуальности этого устройства как сейчас, так и ещё долгое время. Если, конечно, Apple намеренно не начнёт их тормозить, о чём известно ещё с 2017 года. Тогда они это объясняли, мол, старые устройства с изношенным аккумулятором не могут выдерживать пиковых нагрузок и могли бы неожиданно выключаться, что, тем не менее, с андроидами почему-то не происходит, даже старыми, но это так, к слову. Ведь батарея у ProMax целых 3700 мАч, чего при использовании дома от Wi-Fi хватает до 14 часов работы. А так, в среднем за неделю у меня получалось разряжать телефон за где-то 8 часов, что всё ещё неплохой результат, учитывая его диагональ и производительность. Экраны, как уже говорил, здесь устанавливаются OLED, только в обычной прошке на 6,1 дюйма, что уже не маленький, но всё ещё достаточно комфортный размер для управления одной рукой, а вот в ProMax и вовсе диагональ экрана 6,7, которой нужно пользоваться только двумя руками, что даёт огромное пространство для использования в случае работы, сбора информации, чтения и прочих мультимедийных вещей, включая даже несложный монтаж, что позволяет такая диагональ, но явно не идёт в плюс портативности. При том, во всём поколении устанавливается матрица с максимальной герцовкой в 60 кадров, что тоже спорное решение. И вот если для обычной модели 60 Гц в самый раз, чтобы не тратить лишний заряд, увеличив тем самым автономность, хотя и можно было дать выбор в настройке герцовки, то вот в Max-версии с увеличенной батареей и большей диагональю 120 Гц был бы в самый раз. Тем не менее, в этой модели выбора нет. Зато есть следующий. Видимо, в Apple посчитали, что для одного поколения и так много нововведений, нужно придержать что-то и для следующего. Это, конечно, из разряда придирок, ведь если вы пользовались прошлыми поколениями или смартфонами с такой же частотой, разницы, конечно, не заметите. Ну а вот если пересесть на 12-й iPhone с устройства, где есть 120 Гц, разница в плавности картинки при прокрутке или обычном использовании будет заметной. Также телефон поддерживает технологию True Tone, автоматически подстраивая температуру экрана в зависимости от окружающего света. Не скажу, что это очень удобно или какая-то киллер-фича, просто есть и это тоже приятно. Впрочем, техника Apple и полюбилась всем за такие, казалось бы, незначительные мелочи, но которые есть далеко не у всех. В остальном, отличие от обычной прошки только в камерах, и вот здесь, конечно, стоит остановиться поподробнее, ведь хотя я не фотограф, но тоже есть о чём рассказать. Здесь, если не ошибаюсь, впервые появился Лидар. По крайней мере, именно здесь я к нему прикоснулся и должен признать, штука крайне полезная для разных 3D-художников. Собственно, осмелюсь предположить, что хайпанувшая недавно демка игры Unrecords с гиперреалистичным окружением именно так и была отсканирована и перенесена в виртуальное пространство. Ведь если раньше для подобного создания трёхмерного объекта нужно было делать десятки фото и после в программе их обрабатывать, здесь всё уже готово буквально в реальном времени. Поэтому для тех, кто знает, где её применить, штука реально полезная. Но и для большинства обычных пользователей, Лидар позволяет делать портретные снимки на широкоугольную камеру даже в ночном режиме, который, кстати, доступен на всех трёх уровнях зума. А так, основные принципы работы те же, что и в 12 Pro. Три камеры, включая широкоугольную, ультраширик и телевик, которые между собой довольно сильно отличаются. Например, хотя широкоугольная камера имеет такой же объектив, как и в моделях 12 и 12 Pro, но при этом оснащается физическим сенсором на 47% больше, что позволяет захватывать больше света с меньшим уровнем шума и снимать без проблем даже ночью. Плюс имеет другой принцип стабилизации. Если в других моделях используется оптическая стабилизация, что и так прерогатива премиальных устройств, то здесь используется метод стабилизации со сдвигом физической матрицы, которая перемещается, уменьшая вибрации. То есть, теоретически работает как мини-стабилизатор, только внутрикорпусной, что, например, используется в полноценных беззеркальных Sony или Panasonic. Также более крупный сенсор обладает впечатляющими значениями ISO и в целом делает потрясающие снимки. Собственно, поэтому в промо-компании и делали упор на камеру, ведь она стала в разы лучше. Но и от обработки нейросетей отказываться ещё рано. Всё-таки, хотя сенсоры стал больше, тягаться с полноразмерными камерами он не может. А потому многое зависит от качества освещения. И если днём многие телефоны и так уже научились неплохо снимать, то вот ночью iPhone по части фотографии лидирует. Более детальные сравнения с другими устройствами, думаю, не проблема найти в интернете. Ну а мы будем заканчивать. В итоге это действительно удивительный смартфон, как по части дизайна, тут можно смело говорить, что Джобс опередил своё время с iPhone 4 и его угловатым стилем, так и по части функционала, в частности общей экосистемой с другими устройствами, что удобно для тех, кто не любит заморачиваться и готов переплатить за такого рода комфорт, а таких смею заверить большинство. Однако привычным пользователям андроида, у которого кратно больше возможностей, только для этого нужно разблокировать права суперпользователя, покопаться в системных файлах, накатить стороннюю прошивку с кучей другого софта, этого явно будет недостаточно. Хотя у iPhone есть множество других полезных фишек, в том числе и для профессионалов, как тот же LiDAR или Televix с физической стабилизацией, да и просто качественные камеры с адекватными алгоритмами, позволяющие любому любителю делать завораживающие снимки. Или просто использовать телефон как универсальное устройство, где и в игры благодаря производительности можно поиграть и поработать, комфортно серфить в интернете за счёт большой диагонали, а то я тут вспомнил про 4 и 5 айфоны, которые в своё время смотрелись нормальными, а сейчас воспринимать их как-то сложно с их размером, так что Pro Max явно интересный гаджет. Но цена, конечно, кусается даже на такую не самую актуальную модель. Поэтому, если хотите попробовать получить iPhone 12 Pro Max или другие смартфоны дешевле всего, заходите на сайт Fivebox Store по ссылке в описании. Ну а на этом сегодня всё, спасибо, что досмотрели, не забудьте подписаться на канал, ставьте лайки, если хотите больше таких обзоров и до встречи в следующих видео. Пока!